Да, конечно, людей там все пытают, все, кто в этой системе. Его братья, я думаю, что до Кадырова они были никем, скорее всего, и звали их тогда никак. Приветствую, Тумсо! Ты гордый боец Ичкерии. Расскажи, что знаешь о братьях-генералах Адама Делимханова, кем они были до Кадырова. Они тоже людей пытают? Да, конечно, людей там все пытают, все, кто в этой системе. Его братья, я думаю, что до Кадырова они были никем, скорее всего, и звали их тогда никак. Сам Адам Делимханов был водителем у Салмана Радуева. И по той информации, которой я владею, в аресте, в пленении Салмана Радуева именно он сыграл ключевую роль. То есть он предал Салмана Радуева, сдал его российским спецслужбам, в результате чего он был пленен. Ну а дальше, вы знаете, он умер в российской тюрьме. Он был запытан до смерти. Поэтому в прошлом, если взять недавнее прошлое, 90-е годы, и посмотреть вот все те, кто сейчас находятся в этой кадыровской иерархии власти, если посмотреть, кем они были в 90-е, то 99% из них, они были никем. Это просто какие-то водители, сантехники, сапожники, наркоманы, те, кто выращивали коноплю, продавали. Есть такие непонятные просто никто люди. Подобные люди, вот они сейчас в основном в кадыровской иерархии. И нет-нет, там есть такие элементы, иногда мы их видим, как, например, Шаат Урлаев, который был телохранителем у Масхадова, тот же Магомед Ханбиев, который тоже был приближенным у Масхадова. Ну и еще там можно нескольких, наверное, назвать в этой теме. Но так их очень мало, таких людей их очень мало. В основном это те люди, которые не были вообще никем. И если мы, вот обратите внимание на тех людей, которые были при Масхадове, вообще при Ичкерии, они особого какого-то статуса там или какой-то властной позиции не занимают в кадыровской иерархии. Те люди, которые занимают там какие-то властные посты, это вот те, кто вообще не был никем. Возьмите там того же, например, этого Давудова, допустим. Кто он был при Ичкерии? Никто. Вообще просто не было этого человека, он никто. Возьмите там этого Усмаева, допустим. Кем он был? Никем. И так любого. Любую позицию. Возьмите министров, возьмите глав районов. Там Хучиева, например, возьмите. Кем был Хучиев в 90-е? Да никем. Никем они не были. Тунсо, ты сразу как выехал из Чечни, решил заняться блогерством. Как ты пришел к этой идее? Нет, я не сразу решил это делать. И вообще, наверное, подобного решения в моей жизни вот так вот и не было, чтобы я в один день сел и такой сказал себе так. Так, все. Вот с завтрашнего дня, значит, становлюсь блогером. Не было такого. Все как-то вот так вот пришло само собой. Бывает по течению я просто вот так плыл. И Всевышний как-то какие-то вот открывал для меня новые варианты. И Всевышний вывел меня вот на эту деятельность, что я стал заниматься блогерством. Когда я уехал, конечно, я даже в помине не думал ни о каком блогерстве. Я когда уезжал, как и, наверное, все, кого постигает подобная проблема, они сначала думают, что сейчас они как-то утрясут эту тему и вернутся как бы домой к своей привычной жизни. Первая мысль бывает именно таковой. А потом уже обстоятельства, они так складываются, что у тебя раз там что-то одно происходит. Например, в моем случае это было уголовное дело. Вы же понимаете, что я абсолютно никак не думал, что против меня будет возбуждено уголовное дело. Сфабриковано. Это как бы в кошмарном сне такое не снилось. Соответственно, когда ты сталкиваешься с такой темой, ты абсолютно к этому не готов. Никогда в своей жизни до этого ты не представлял себе. То есть ты не репетировал. Ты никаких планов не строил. В случае, если на меня возбудит уголовное дело, что я буду делать? Такие мысли у тебя как бы не возникали. И вот ты начинаешь как бы с чистого листа, вот здесь и сейчас, придумывать, решать, что ты будешь этим делать. И вот здесь у тебя появляются какие-то новые знания, появляются новые знакомства. Ты начинаешь как-то действовать. И вот у меня это было обращение к правозащитникам. Впервые тогда я вообще начал ознакомливаться с миграционным законодательством, с понятием беженства, международной защиты, запроса убежища. Тогда впервые в своей жизни я начал этим интересоваться. До этого я знал, что как бы чеченцы ездят, уезжают в Европу, что они там сдаются и как бы живут. Но в моем понимании это было, знаете, вот слово даже сдаются. Я думал, как люди обычно сдаются? Они выходят с поднятыми руками и кричат, сдаюсь. Я себе это вот как-то так представлял. Человек куда-то приезжает, его так поднимает руки и сдаётся. Настолько у меня как бы не было понимания. Когда кто-то рассказывал про лагеря беженцев в Европе, что там типа вот... Вот я помню, например, один человек рассказывал, что он был в Бельгии. Это ещё когда я был дома. И он говорит, что он что-то рассказывает, там вот было так-то, так-то. И для меня это настолько как бы незнакомая тема. И я у него спрашиваю, а вас там кормили, я говорю. И он такой удивлённо на меня посмотрел и говорит, там не то, что кормили. Ты там, говорит, со своей зубной щёткой приходил, и тебе на неё, говорит, так вот пасту выдавливали. И эту щётку тебе тоже они давали. Я вот запомнил это. Это с ней, не знаю, шутил, наверное. В общем, я тогда начал в Грузии впервые этим интересоваться. Тогда я узнал, что есть УВКБ ООН. Это международная организация при Организации Объединённых Наций, которая занимается вопросами беженцев. И в тех странах, где нет законодательства о предоставлении убежища, в тех странах, которые не ратифицировали эту конвенцию еженевскую по беженцам, в этих странах именно УВКБ ООН предоставляет вообще убежище, перемещает этих людей в другие страны, где им предоставляется убежище. Там я со всем этим познакомился. Я впервые там пообщался с работниками УВКБ ООН. В общем, потом было интервью, несколько интервью на чеченском языке для радиомарша, затем для, по-моему, Эхо Кавказа на русском языке, и затем на телеканале Дождь было видео-интервью. Потом появилась необходимость эти интервью как-то куда-то выложить, чтобы люди могли посмотреть в Чечне. Я тогда разослал, я помню, я был в каких-то WhatsApp-чатах, вот этих группах, я вот помню, туда это куда-то скинул, там по нескольким этим группам, и, ну, еще там попросил их как бы разослать, и приблизительно я тогда думал, так, ну, 100 человек, наверное, это увидели. Я думал, вау, 100 человек в Чечне знают, что вот такая есть ситуация, что есть такая несправедливость, что просто сфабриковали дело. Для меня даже это было таким успехом, знаете, 100 человек. В общем, когда появилась необходимость куда-то это все выложить, чтобы люди могли ознакомиться. А тогда и вспомнился Google-аккаунт, который я завел еще там в 13-м году, когда купил первый Android. И я помню, тогда я на этот, вот как раз мой основной канал, туда и выложил эти ролики. Затем, кстати, телеканал «Дождь», по-моему, заблокирует меня через несколько лет этот ролик. Короче, вот так вот все как-то шло, и я не знаю, вдруг не было вот такого момента, как я говорю, что когда-то я такой сел и сказал, так, все, с завтрашнего дня становимся блогерами. Я помню, как я записал первый раз, я записал сам себя, разговаривающим вот так на камеру, и это мой первый ролик, он до сих пор лежит на моем канале, он вертикальный. Я вот так вот еще по неопытности поставил вот так телефон вертикально и записал обращение в прокуратуру. Это было в начале февраля 2017 года. Это было первое видео, вот где я показывал себя, свое лицо, и вот так вот говорил на камеру. До этого я записал ролик, где я показал подписки этого хита на его, но там я не снимал сам себя. И когда один мой друг опытный, более опытнее меня, он был на тот момент в ютуберской теме, когда он увидел этот мой первый ролик, я помню, он и сказал, больше никогда в жизни не снимай вертикально. Это типа вообще зашквар. И я это запомнил после этого, больше не снимай вертикально. Короче, вот так как-то это все шло очень так неопытно и скорее интуитивно, наверное. Субтитры создавал DimaTorzok